Здесь площадочка, вроде птичьего рынка, который мы уже фактически здесь еще немножечко, он у нас нелегальный, мы продаем только своих животных, но в принципе уже готовы принимать по выходным, принимать население для торговли животных. Ну для птичьего рынка такой розарий или кто тут? В середине это у нас наш питомничек, мы занимаемся еще продажей растений, у нас есть, я потом тебе покажу, маленький питомничек, там мы их выращиваем, точнее мы их там адаптируем, берем малышами из Томского Лисовенко института и здесь потом их, собственно говоря, здесь их потом адаптируем к нашим погодным условиям. И это самое, они у нас подживутся, на следующий год мы их продаем. Класс! Так, смотрим, что тут. Здесь там ничего внутри нет. Ну как нет, вон там селезень мускусный. Селезень мускусный. Да, я вижу, продается. Здесь у нас пустенько, потому что смысл они в крупном животном. Вот такая молоденькая утка болтается. Очень хорошо весной покупают на подсадку. Ну да, да, да. На стадо целое, наверное, что 20. Здесь кролики породные. Да, кролики здесь породные, но вот такие вот, все в стадии малышей. И курица тут, китайская, тут же. Курица, да, китайский петух. Здесь тоже уже жарность, уже продавать особо так нечего. Ну да, 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 да. То есть в августе. Особо приобретение, особо никто не покупает. Не особо, да. Только по выходным, так, по этому самому. Но он кучинский. Это войне, это мускусский черный петух. Даже видишь, что казалось. Так, а это что за избушки на курьих ножках? На самом деле это гнездовые ящики. В них тоже работают, строятся. Это я их себе заказал. Тут их почему-то выставили, подрешать торгам. Даже продаются. Очень удобные гнездовые ящики для курьих. Их красивенькие, и симпатичненькие, и удобненькие. Здесь они не сидят на гнездах. Вот это для декоративных парок, но большие для этих слов. Большие для настоящих. То есть если кто-то желает... Андрей, он эстет, известный. Ему просто так ящик из-под апельсина не подойдет. Пластиковые ящики. Хотя, в принципе, у него получается себестоимость впечатляющая. Чтобы доделал ковырян. Но их тем не менее пихают. И у меня теперь такие вот себестоимость. То есть вот здесь территория, где это будет птичий рынок? Да, это будет птичий рынок. Это единственный городской? У нас в городе теперь нет фактически птичьего рынка. Мы пытались его открыть два раза три года. Наша общественная организация обращалась в город с тем, чтобы нам выделили земельный участок. Это поскольку до сих пор. Так как вопрос не лишен, по этому поводу на следующий сезон мы его строим здесь прям большой и прям... Прям большой? А территория это маленькая? Нет, здесь маленькая. Я тебе потом покажу. Это здесь будут только животные для личных подсобных хозяйств. И дальше там два таких же еще будет. Отдельно кошки, отдельно собаки и всякая вот эта вот хрень. Понимаешь? А здесь мы сейчас ставим просто-напросто прилавков, и будет здесь желающие могут продавать. У нас, кстати, не так много народу торгует всем этим. И это подразумевается в первую очередь, здесь торговля именно с животными, без всякой сопутствующей этой самой, без всякой... Это именно с животными. Все остальные торговли мы можем организовать самостоятельно. Ну и яс, ну да.